Мы сейчас проводим семинар, который называется «ГИС и заповедные территории» совместно с Украинским отделением природоохранных ГИС. Этот семинар мы проводим уже в седьмой раз. Он посвящен применению современных технологий геоинформационных систем в охране природы. Чтобы что-то охранять, нам нужно это сначала изучить. Изучение природных комплексов, разных видов животных и растений требует разных методических подходов. И очень часто это какие-то труднодоступные места. Чтобы что-то исследовать, нужно очень много времени проводить полевые исследования. Современные технологии, данные космических снимков, беспилотных летательных аппаратов, современные GPS-системы, которые позволяют нам точное картирование, во многом ускоряют и помогают точно отображать эти данные, с которыми мы работаем. И сами геоинформационные системы, они имеют еще мощный аналитический инструмент и позволяют нам оценивать, изучив нашу популяцию, определив ее месторасположение, понять, наложив факторы, какие факторы больше влияют, какие меньше влияют. И, соответственно, разрабатывать планы управления территориями, мероприятия по охране тех или иных видов или природных комплексов в целом. У нас семинар разбит на несколько таких блоков. Один блок — это доклады, где участники презентуют свои успехи, достижения, способы применения геоинформационных технологий по охране природы, в изучении растений, изучении животных, как-то использование для анализа влияния факторов. Второй блок — это именно мастер-классы. Это технический блок, где приезжают, мы приглашаем тренеров, специалистов, которые показывают нам отдельные аспекты работы именно технической с геоинформационными системами. Как запустить дрон, как построить вот эти зависимости моделей геоинформационной системы, как посчитать расстояние между какими-то объектами и оценить влияние. Мастер-классы будут проходить в Национальном парке Слобожанский, а в Харькове мы сейчас проводим открытие конференции, где будут доклады наших международных участников и общая тематика по развитию природоохранных действий в Украине. В этом году в семинаре будет принимать участие около 40 человек. Кто будет заочно? У нас два участника международных, один участник из Болгарии, один из Беларуси. Со всех практически областей Украины к нам приехали представители и представители разных организаций, как и территории объектов природного заповедного фонда, так и это институты профильные, институт ботаники, институт зоологии, это представители Харьковского университета. То есть люди, ученые, природоохранники, которые непосредственно заинтересованы в применении таких технологий.